все ждете оффроуд на гтр может когда-нибудь вас порадую сейчас постройкам погоняли у нас практически был оффроуд а постройкам мы гоняли хотели вам записать начало для этого видоса вы когда-нибудь задумывались какое самое высокое здание в мире из дерева или какие нереальные проекты можно сделать из кирпича чем отличаются деревянные окна от пластиковых а какие бывают ошибки в проектировании вообще реально построить дом за 100 дней как многие пишут я построил дом за 100 дней вообще это реально многие ответы я нахожу на канале goodwood я на него давно подписан также как лёха капустин кстати рассказывал об этом в одном из может поймал себя на мысли реально заходишь открываешь первый видос 2 3 3 часа ночи ты уже просмотрел два плейлиста канал goodwood вот это реально залипательная тема вот переходите по ссылкам в описании вот здесь внизу вы поймете о чем я говорю тюнинг своего дома это реально тема такая очень глубокая очень широкая этого мне просто какой-то стоит залить вы себе в дом стоишь не зальете вот переходите по ссылке в описании вы все поймете а мы сейчас поедем в краснодар ну что игорь те цифры которые ты мне назвал и которые я вчера увидел меня реально впечатлили это ну вот часто сейчас используют такой фермент как убийцы gtr мне кажется это будет убийца стоповый gtr сто процентов да да нет хорошо ну одна из быстрых таких машин собрали достаточно много до этого мы вообще реализовали на обычной октавии в этом же кузове на ней резкий вообще чуть ли не первыми в мире свапнули на нее полный привод собрали на ней двухлитровый мотор с коробкой деки 500 и также все дело настроили мы занимаемся профессионально тюнингом ремонтом обслуживаем влага свапами делаем довольно таки быстрые машины то есть нужно универсальность и скорость да и самое главное что это чтобы был повседневный автомобиль на котором ты можешь поехать спокойно на море можешь поехать хоть в питер и это будет не корчет автомобиль повседневый достаточно вместительный а а Продолжение следует... 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 Не, жалко... Это моя единственная хорошая резина... Дорогая... Качественная... Которую жалко убивать... Насколько бы я... Дурно не ездил... Я эту не убью... Потом... Там может через месяца... Полтора-два... Когда уже протектор не будет... Ни того-ни всего... Уже зацепа нету... Да... Добью для контента... Я буду стараться... Растягивать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что... Какие планы? Объезжаем БМБ? Закатим хотя бы... Единственное, что никто не обращает на нее внимания, да? Да нет, знаешь, в городе у нас меня постоянно цепляют всякие АМГ. Ну это те, кто понимают, но в любом случае бабушки-то не понимают. Да, бабушки. Бабушки думают, что едет дедушка. Картофу на датчик взял. А вот этот Chaser это что? Этот Chaser у нас VAT с Новороссийска на 1.5 GZ, 1.5 GZ GTE, валы, ЧКИ-264, 40-й холсет. Значит, машина достаточно, ну, как бы света очень простая, но едет достойно. То есть у нас такой стабильный результат, что 206 секунд. Сейчас я устанавливаю интеркулер на коробку охлаждения. То есть немножко автомат греется, когда на таких скоростях часто и прострелы. И приходится немного потолще ставить охлаждение на автомат. Она автоматная, почему-то еще нет. Сыта она совсем не простая. Да, простая, то есть ничего тут такого нет. В общем, ответ на M5, да, вот это? Да, это как бы такая вот наша, которая сейчас едет наравне вот этих M5, MG и так далее. На стейджах. Да, на стейджах, на стейджах, да. Что, стоковые M5 они едут, это 8-8,5-200. Да, здесь у нас как бы улучшили результат 6 секунд, а так в среднем 6,3-6,5, наверное. 400 метров тяжело резвязывать из-за того, что зацепы, управление задний привод, да. Сейчас мы взяли их у Севера, то есть вечером хотим на Кусевера проехать. Да, может, удастся и поехать получше. Ну что, Япошка, сможешь что-нибудь показать? Попробуем, по крайней мере. Хотя бы расскажи о ней. В принципе, городской автомобиль, 3 литра мотор, турбина, полсет 40-й, аналог 35-го Гарета, ну, только на втулке. В принципе, мотор, сток, коробка, сток. Ну, 500 сил, да? Да, 500 сил. В принципе, ездит, держит, код 97-й. Сколько моторов сменил? Один. Владельцев? Владельцев три. Все как обычно. У меня 8 лет. То есть была на родной турбине, там порядка 280 сил. Единственная машина я была довольно долго, 5-6 лет, я где-то ездил на ней. То есть каждый день, путешествия, семьей, потом стало мало, плюс появилась вторая машина, ну, и, как говорится, пошло-поехало. Это уже можно, да, гонять? Ну, как, можно, конечно. Ну, у нее дисциплина квотер, 100-200, но дальше как бы не очень хорошо едет. Ну, я слышал, что ты любишь с места ездить. Ну, да, да, мне как бы более интересно ездить с места. Все-таки я считаю, что с места больше от водителя зависит на моноприводной машине. Ничего, из чайзера поедет. Из БМВ поедем, где БМВ? БМВ у него чек загорелся и попросил он поехать чек прочитать, потому что, ну, мало ли что. А ты сюда снимаешь салон? Да, обязательно, как. Что за ревовец, который ездит салоном? Все хитрые, да? Какие шансы у Шкоды? Я думаю, 50 на 50. То есть, если ты зародишься, то она тебя проедет? Да, я думаю, да. Полный привод не даст шанса реабилитироваться потом. Давай аккуратно, без зарывания. Хорошо. Ты думаешь, есть у нас шансы? Да пофиг, мне все. Пофиг? Пофиг, пофиг. Шанс всегда есть. Кстати, вот, честно, вот сколько встречалось Шкодоводов, они обычно не хотят ехать, если понимают, что, если есть даже шанс проиграть, почему? Понимаешь, заведомо более мощные машины. Даже тот же Чайзер, он там сил на 70 на машине. Ну, блин, ну, интересно же заехать. Да, интересно, конечно. Давайте с места. Готов. Нормально вот так нас догнал, но долго. Готовы? Готовы? Короче, старт, конечно, без вариантов мы выигрываем. Надо ходом попробовать. Но ходом у нас, мне кажется, легко проедет. Салют в честь победы нашей. Полный привод решает. Полный привод решает только с места, а сходу, конечно, вообще без вариантов. Ты сейчас зарылся, когда ехали? Ну да, да, машина как бы буксует все равно. Потому что было ощущение, что зарылся, на торт взрывел, а ты не поедешь. Ну да, она проваливается все равно. А с какой скоростью ты можешь нормально рвануть? Ну, 60-70. Да нет, в принципе, 60-70, но надо все равно греть резину, даже для заезда в хода. Мне интересует вопрос, почему третий стейдж так сильно различается по динамике? Допустим, есть третий стейдж, который считается очень сильно раздутый, едет 3.9-4 до 100. И эта машина почему едет 3.3? В чем отличие? Потому что тут стоит 4 на базе оригинальной турбины из 38, сделанной нашими британскими специалистами гибрид левый ЕТР. И поэтому тут потенциал реально другой. Потенциал порядка 500 лошадиных сил на стоп моторе. Без ковки, без всего. Машина изначально бралась стоковая, специально, с пробега на там порядка 65 тысяч. Именно под этот серьезный проект. Почему сток? Потому что нужен был максимально живой автомобиль. Какой бюджет такой машины-то по ракетам? Сама машина порядка миллиона. И стейдж? Стейдж 4 порядка. Сама турбина стоит порядка 250 тысяч. Плюс все компоненты. Итого? В данной машине установлен рево-интеркулер, рево-впуск, рево-етр турбина и выпуск. Бюджет порядка, наверное, 350-400 тысяч. Плюс полный привод еще столько же. Вот и все. Миллион семьсот, миллион восемьсот и подобная динамика. И практически нет конкурентов, да? Ну, в своем классе. Ну, если уже не брать прямо совсем там... Со спорткарами можно гонять. Конечно, ты М5 погорячился чуть-чуть, стейдж 2, потому что там на 300 сил больше. Ну, мы когда ехали, мы не знали, что он сезалил стейдж 2, поэтому придется уже ездить, раздоговорились. Проблем нет, поедем. Как ДСГ выдерживает все это? Здесь установлена система полного привода с последнего Golf R, 7,5, так называемый, 18-19 модельный год. Все построено на DQ381. Это самый топовый робот семейства ДСГ-7. И не рвет никакие карданы. Как видишь? Как это все так спокойно происходит? Тихо, спокойно. Во все днех. По факту нечто среднее между DQ250, которая на них ставилась ранее, и DQ500, которая считается в общей премиальной коробке. Коробка. Только DQ381 именно коробка со спортивным характером. Остальное все было взято, соответственно, также от старших братьев, таких как Golf R, Audi S3. Все было нами установлено. Было на самом деле с этой коробкой куча проблем, которые мы бороли, потому что делали это тоже впервые. И опыт был на DQ500, на DQ381 немножко иная. Да и концерн Volkswagen Group затянул чуть-чуть гайки. Ну, все реализовали. Понимали, что это будет нечто интересное. Вот, все срочно, все работает, никаких ошибок машина и электроника машины понимает это как с завода. По факту мы имеем, грубо говоря, Golf R в обертке Skoda Octavia. Ну, по факту, да. И дешевле примерно тысяч на семьсот. Ну, да. Как уже говорил, занимаемся вагом профессионально. И если хотите, тебе быстрый автомобиль, консервный Volkswagen, можем организовать. И вплоть до построения такого серьезного проекта. Все это у нас, как говорится, на потоке. Могу предложить агитатуру 1.8 мотора по кайту. Против Chazer? Ну, интересно, мы ссыкотно, конечно. Поехали, наверное, сейчас остынет Chazer и поедем. Да, хорошо. Выгружаешь запаску или что? Ноутбуки привязываю. Алло, Антон, ну проверили, да. Там катушка моросит, я понял. Катушка моросит. Уже все, она приехала. У тебя нет запасной? Все, что? Катушка приехала, все. У меня запасной нет, у Сереги нет. Ребята, я уже все. Судьбу за яйца дергать не буду, Антон. Уже все, у меня приехал. Не переваривает. Давай, ну ты подкреплю. Лучше круг проедется, он на месте не остынет никогда. Катушка у него там какая-то, короче, не судьба тебе проехать, чем? Бывает. Какой у нас, напомни, конфиг? Что, 1.8? Да, 1.8, полный привод, стоп, мотор. Какой мотор? 1.8. Ты сейчас сказал сток? Сток. Сток 500 сил? Да нет, это будет стоп. Ну, а ориентировочно сколько? Сколько. И мы сейчас будем на стоке бороться про пьючайзеры 500 сил. Надо тебе стейдж первый заливать все-таки. Да, мы столько не серьезно с такими машинами ездить. Салон разбирать, заливать первым нашим машинам. Да, да. Ну, вообще нас не может догнать. Я думаю, что он что-то проспал. Сейчас давай здесь попробуем. А что случилось? Немного перебивает отсечка. Читер, читер, убавь надувчик. Убавь надув, это 1.8. Мы вновам, блин, и старт, Антон. Как ты сейчас в чем-нибудь дизеле играл, или что? Сейчас она резину греет. Сейчас нас взгреют. Блин, давай не подкачай. Да как, не подкачай. Тут только ростовский старт, но второй сигнал выручит. Блин, мы опять проиграли. Это не удивительно, у нас же стоп. Интересно же разницу понять, как ходом поедем. Да он позвонил, попросил проиграть. Поиграть с ним? Проиграть, говорит, проиграй, говорит, по-братски. Говорит, весь Новороссийск за меня болеет. Мы, короче, вам проигрываем. Вечером заправляете машину. Поехали ходом. Мы его сделали почти на торможении. Сделали. Все, 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 дернули. Все, все, ушел, ушел. Посмотри, вот-вот, смотри, где он. Его даже не видать. О, на лодок нет. Как нет? Ну все, вы проиграли. Все, уезжайте домой. Мы сами будем финал записывать без вас. Хорошо. Сейчас расскажем все, как есть. Хорошо. Ну что, как ощущения от Чайзера? Звуки страшные. Ладно, ладно, ласточка от вас настала потору всегда впереди. Без вариантов вообще. Ну а реально вот драйв есть? Ну конечно, не кидает, он зацепиться не может к нам. А звук? Звук вообще ад. Доволен? Да. Садись на аудику за руль едешь. Нет. Что за Чайзер? Обыкновенная Toyota Чайзер. Но какой-то, говорят, очень быстрый. Что? Очень быстрый. Ну, плюс-минус 7 секунд. 100-200. А 0-100? 0-100 при хорошем зацепе может быть 3-6-3-7. А что за конфиг? Ну такой нищебродский вариант, который не 2GZ, а 1,5GZ, который собирают люди, у которых нет денег на 2GZ. Почему? А ты видел про Веросу видосы, я снимал? Ну, это было давно и неправда. Да? У нас есть машина, которую мы снимали уже, но в тот день, когда мы снимали, было мало конкурентов. Вот сейчас он хочет еще раз с тобой заехать. Это BMW 550, самая быстрая в России. Ну, попробуем. Время примерно похожее. Время – 100-200, поехали. Серега, все так же мучаешься, нет конкурентов? Да, есть конкурентов, как нету. Мы тебе вон Чайзера нашли. Сейчас проедет он в Чайзер и поедем домой. Время – это он на тормоз нажал уже? Все, полна. Блин, ну он нас начал обижать. У меня что-то случилось. Моргни ему. Сейчас что будем сделать, сбрасывать? Ну, сейчас заглушу. 6,8 сейчас? Нет, подожди, нет, это 7,96. Вообще не ехал. Надо ехать. Я уже испугался, что у нас обижают. Ехали. Все, тебя проехали. Не отстает, погроняет. 7 секунд, но все равно медленно. Мы вдвоем. Да, похленно. Я втроем ехал 6,6. Она сейчас только может просираться начала. Скажите, что она ехала, как не едущая BMW. Ну, у меня сейчас мы, когда первый раз с тобой заезжали, вообще 7,9 было. А сейчас последний раз тут 7. Что, Серега, он проехал-то? Нет. Так может мне надо с ним заехать? Нет, сейчас я с ним поеду, нормально. Субтитры сделал DimaTorzok. А это что у вас тут интересное? Это Nissan Silvia S15 на моторе LS3 с BMW-шечной коробкой ZF. Вот самый жирный. Это именно дрифтовая? Это дрифтовая машина. Завтра она будет кататься? Да, завтра хотим на ней выехать. Еще не тестили ее, только собранная, свежая. Поэтому сырая машина, еще неизвестно, как она все проедет. Но вроде заводится, есть немножко петокипов. Что из Японии тебе больше всего нравится? На самом деле, мне нравится моторы GZ, первый, второй GZ. Слива как для, наверное, для дрифта, самая оптимальная. А в плане Драга мне нравится, Chizer, Mark. Субару уже. Субару, эта машина такая, наверное, на 400 метров, в общем, потому что полный привод, тяжелее дальше крутить от 100-200, наверное. Да, субару крутой машина. Мы даем опыт вместе с Сашей непосредственно GZ, я непосредственно Субару. Ну, когда мы начнем с Субару мотора смотреть? А вы сейчас его выгоним и сразу загоним. Вот мы верстак. Верстак внизу. Вот здесь мы проводим сборку моторов. То есть у нас здесь вот такая вот подвальное помещение. Причем подвальное, чтобы никто не отвлекал, чтобы не было пыли. И вот здесь потихонечку. Здесь у нас уголок Субару. Здесь вот что, от Субару все запчасти. Вот здесь Коля собирает Субару, а моя половина вот здесь. Вот здесь мы собираем GZ. Вот у нас дают пополам все. Там Субару, здесь же. Порше тут и выбросили. А для кого-то мечта. Хотите увидеть машину Харвеста? В принципе, да. Это вот эта легендарная та самая машина? Да, да, да. У нас она появилась. В принципе, один кузов мы купили с Кашкаса. И взяли его из-за того, что он крепкий, хороший кузов. И Ильи, и весь отпискостроенный. И, в принципе, воплотили в его реальную жизнь. Да, осталось по-принципу покрасить. Еще сильно будет сзади, все все дела. Хотим вернуть его драк, чтобы она опять засветилась в легенду. Здесь мотор стоит от Субаря. Ну и все, она в проекте пока делается. Я думаю, куда выбросил его. Ну да, похоже. Хозяин ее разобрал, чтобы ничего не поцарапать, не попозже. Эти пары дорогие, все дорогое вроде. Пока делается, все разобрано. А так, мотор уже стоит там, у Субаря. Волга тоже с субаристическим мотором? Нет, у Волги УЗ. Так, а что, есть смысл гоняться? Может, на турничке? Кто больше, да и все, и поехали домой. Ну я сразу пойду. Домой сразу? Да. Чехи делают вещи. Что? Чуть по чуть. Кто лучше, немцы или чехи? Начинаешь подкидываться, и в три раза дороже покупать, чем ты продал. Потому что я человек не жадный, приходится иногда. А ты не в Краснодарском крае главный по GZ? Ну я бы не сказал, я никогда не назову себя главным по GZ. Просто я, наверное, больше работаю на результат, а не на... Чтобы показать, что вот мы такие крутые и так далее. У нас много тут ребят занимаются GZ-ами. Ну, никогда не скажу, что я там первый главный или еще какой-то. Ну, наоборот большой, да, эти батареи? Наоборот, да, большой, за свапы и собираем. Ну, все карчи на GZ-ах, все... Сейчас Харвесты забудут сюда GZ-ы. А так, как бы, понтоваться и кричать, что мы тут лучше на GZ-ах. Я могу так сказать. То есть мы на результат лучше, наверное, работаем. Порши тут выбросил. А для кого-то мечта. Хотите увидеть машину Харвеста? Ну, вот. В принципе... Это вот эта легендарная та самая машина? Да-да-да. У нас она появилась в принципе. Один кузов мы купили с каркасом. И взяли его из-за того, что был крепкий, хороший кузов. Не гнили, не весь открытостроенный. И, в принципе, воплотили в его реальную жизнь. Жизнь... Да, осталось, по-принципе, покрасить. Тысяча силы будет сзади. Или ладно? Хотим вернуть ее в драк. Она опять зацветилась в легенду. Турбо-борг S400. 300-ый Борг. В принципе, что, валы... Шатуны, выделя, портник. Все усилено. Ну, короче, мотор собирался на 1000+. А что это за такой вот этот? Это интеркулер водяной. Ведяной. То есть, вон стоит бидон. Бидон в машине стоит. Сюда засыпается лед. Вот. Сюда засыпается лед в этот бидон. Вот сюда вот лед засыпается. Лед засыпали, воды залили. Вот он насос. Качает. Вот насос. И он холодную воду гонит сюда. Здесь охлаждается вода. Там соты, как в радиаторе, соты проходят. То есть, охлаждается воздух. И уже ледяной и холодный воздух поступает у нас в мотор. То есть, он имеет плотность трубу и горит лучше. Здесь мотор стоит от Субаря. И? Ну, и все. Она в проекте пока делается. Поэтому, ну... Я думаю, когда выбросил его. Ну, да, похоже. Хозяин ее разобрал, чтобы ничего не поцарапать, не покосать. Говорит, пары дорогие, все дорогое. Поэтому пока делается все разобранное. А так, мотор уже стоит там. Субаря УЗ. Волга тоже с субаристическим мотором? Нет, у Волги УЗ.